Картина стала одной из первых заявок на создание обобщенной эпического образа русской природы. Изображен обычный, ничем не примечательный ее уголок. Ветер гонит облака, сквозь которые пробивается луч солнца, освещая пологие холмы, поросшие мелким кустарником, несколько крытых соломой крестьянских домишек, состоящим рядом колодезным журавлем, береющую вдали колокольню сельской церкви, полосы крестьянских наделов, на одном из которых на переднем плане видна забытая саха. Тихо и безлюдно кругом, и лишь вдали видим мы согненную фигуру пахаря, и будто слышим резкие крики стаи птиц, кружащих над башней. Серо-зеленая цветовая гамма картины подчеркивает однообразие местности. Беспрекрас показана жизнь русской деревни того времени, но вместе с ощущением обыкновенности есть в пейзаже особая приподнятость. Ясно чувствуются черты героизации природы. Перед нами обобщенный образ родины художника, великой и многострадальной России. Поистине, ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка Русь. Обыденность мотива не мешает выразить в картинном образе идею величия и силы крестьянской России. Частный вид приобрел здесь типизированный характер. Широкий панорамный разворот просторов заставляет нас ощутить дыхание Земли. Чтобы добиться выразительности при однообразном равнинном характере природы, художник использовал световой эффект. Луч солнца, падая между проносящимися облаками, высвечивает средний план, подчеркивая тем самым пространственную глубину пейзажа. Неяркие краски зелени в свете солнца вдруг вспыхивают с большой силой, что придает образу волнующую приподнятость. Эффект высвеченного второго плана восходит к приемам Архипа Куинджи, о влиянии которого упоминал сам Васнецов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok